В эфире новости спорта, подготовленной агентством Тюменская арена. В студии Ван Лобов. Здравствуйте! Чужой среди своих, свой среди чужих. Мисхат Вахрудинов провел, возможно, последний матч в качестве наставника Усть-Каменогорского торпеда. Казахстанцы прибыли в Тюмень после серии чувствительных поражений и некогда родной специалист Урубин лишь усугубил положение бывшего своего тренера. Хотя стартовый период и не предвещал гостям беды. Они смотрелись компактно и лишь раз по-настоящему провалились. Но, к их счастью, Константин Белов не смог воспользоваться передачей Булата Байкеева. Я перехватил шайбу, потому что замешкались, а не выкинул, не глядя на пятак. А там не получилось реализовать момент. Ничего страшного, еще сделаем. Ключевым стал второй отрезок. Александр Комаристый грамотно подставил клюшку после броска Никиты Лисова. А далее Михаил Шабанов оказался самым расторопным на пятаке, замкнув выверенную передачу Владимира Короткого. В заключительные 20 минутки соперники соорудили результативный обмен. Талгат Жайлоуов, казалось, возродил интригу, но Никита Кротиков тут же все вернул на круги своя. А далее Денис Давыдов, который в отсутствии Станислава Тунхузина вышел с капитанской нашивкой, довел дело до крупного. 4-1. Все, чем смогли ответить торпедовцы, стала шайбой Николая Глухова за считанные секунды до финальной сирены. 4-2 и подопечные Михаила Звягина одерживают вот уже 13-ю победу подряд. Следующий поединок тюменцы проведут в пятницу против Воскресенского химика. Триумфатор приплыл к родным берегам. Тюменко Елизавета Клеванович, двукратная победительница юношеской олимпиады в Аргентине, наконец-то вернулась домой. 17-летняя сибирячка продолжает показывать небывалый прогресс, буквально за один сезон ворвавшись на олимп российского и международного юниорского плавания. Впереди новые цели и, надеемся, победы. В солнечном Буэнос-Айресе Елизавета Клеванович выиграла две золотые, серебряную и бронзовую медали юношеских олимпийских игр, уровень которых в плавании равняется первенству планеты. Тюменко, пробившаяся через серьезнейшие отборы в национальную команду, не раз своим быстрым спринтом вытягивала российский квартет. Причем воля и характер сибирячки позволяют тренерам ставить ее финишером, а реже забойщицей. Когда мы прилетели, были вечные очереди, все было прям очень долго длилось, но через дня два-три я уже привыкла к этому, как-то получше себя чувствовала. Но вообще-то создавание было огромного штаба, так как я не понимала, что это Олимпиада, но уже когда летела из Аргентины, понимала, что я была в Южной Америке, я была на Олимпиаде, все круто. Трудно поверить, но спортсменка начала свое активное выступление на большом уровне лишь в этом году. Впрочем, у тренера Тюменки, которая неделю не спала ночами и следила за стартами воспитанницы в Аргентине, есть объяснение столь стремительных побед. Характер, конечно, у Лизы характер, она такая очень, во-первых, очень устойчивая, психологически устойчивая к стрессам, и очень любит соревноваться. Вот, как бы, ей это очень нравится. Когда приехали на первенство Европы, в первый же день дрогнули девчонки ее соперницы, а Лиза устояла, и все, и у нас пошло и поехало. 12 стартов за соревнования, Лиза плыла во всех эстафетах, в общем-то, она и зарекомендовала себя как боец. В ночь со среды на четверг волейболисты клуба Тюмень отправятся в Оренбург, где 27 и 28 октября проведут матчи третьего тура российской высшей лиги А. Немаловажно, что едут сибиряки на выезд практически в оптимальном составе. В начале недели одним из новичков стал связующий Виталий Щитков, который тренируется в команде еще с середины октября. При последних сезонах он провел в Польше. В Польше было по-своему хорошо, но российский чемпионат больше мне по душе, свой язык, свои люди, близко к дому. Ну и здесь чемпионат мне больше нравится, потому что здесь сильный чемпионат, в Польше более техничный, здесь более силовой. То, что мне больше подходит, в принципе, как игроку. Второй новобранец Иван Никишин. С ним контракт был заключен в понедельник. Опытный волейболист, немало поигравший в Суперлиге, находится, что называется, в самом расцвете сил. Ивану 27 лет. Парень опытный, парень поигравший, в прошлом сезоне стоявший во второй команде страны в Ишкеа, отыграв все игры. То есть с определенным багажом. Поэтому прошел через молодежные сборные. Поэтому действительно человек с хорошим уровнем игры. Очередной соперник тюменцев – нефтяник. Не так давно команда играла в Суперлиге. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова